36-летнюю жительницу города Красноуфимск Олесю Баталову мировой суд признал виновной в столкновении с автомобилем Росгвардии. Доводы, обвиняемые о том, что патрульный автомобиль двигался на красный и включил спецсигналы за мгновение до столкновения, что лишило Олесю возможности заблаговременно предпринять торможение и предоставить ему преимущество, суд расценил как избранную линию защиты с целью избежать ответственности. Авария, которая может повлечь катастрофически для семьи Олеси Баталовой последствия, произошла 7 мая днем на перекрестке Красноуфимских улиц Куйбышева и Интернациональной. Многодетная мать Олеся Баталова, имеющая 9-летний водительский стаж, двигалась за рулем семейного автомобиля «Лада Веста» по улице Куйбышева в направлении вокзала. Подъезжая к перекрестку с улицей Интернациональной, она, по ее словам, убедилась, что ей горит зеленый свет, встречная машина, готовящаяся к повороту налево, ее пропускают, поперечные машины стоят на красный свет. Поперечных машин слева она не видела за фасадом дома. Однако при въезде на перекресток прямо перед ней возник патрульный УАЗ вневедомственной охраны войск Нацгвардии России. Олеся нажала на тормоз, но тут же произошел удар, после которого она потеряла сознание. После столкновения ее неуправляемый автомобиль отбросила еще на две машины, стоявшие на перекрестке – Ниссан Альмера и Лада Гранта. А УАЗик вылетел с перекрестка в глубокий кювет. Как надо было лететь, чтобы так улететь? Офигеть! Прибывший на место происшествия муж Олеся спросил у водителя УАЗа, как так получилось, на что получил лаконичный ответ – так получилось. Но уже позже в протоколе, составленном инспектором ДПС, Олеся увидела объяснение водителя УАЗа, в которых утверждалось, что тот притормозил перед перекрестком, убедившись, что все видят патрульную машину и пропускают ее. Также водитель Александр утверждал, что он двигался со включенными световыми и звуковыми сигналами. Олеся же считает, и это ее убеждение подтверждает свидетели аварии, что сигнализацию росгвардейцы включили уже находясь на перекрестке, поэтому не только увидеть, но и услышать их автомобиль водительница Веста заранее не могла. Пострадали в этой аварии двое – старший полицейский, сидевший на пассажирском сидении УАЗа, и сама Олеся. Правда, заслуживающими внимания и хранения инспектор не признал. Полицейский жаловался на ушиб грудной клетки, но врач, осмотревший его, никаких повреждений даже кожного покрова у него не нашел. Обследование водительницы Весты выявило гематому лба, ссадину скулы, кровоподтеки на левой ноге, отек левого надплечья, сотрясение головного мозга. Компьютерная томография, проведенная женщине в тот же день, показала мелкие контузионные очаги в теменной и лобной областях, а также подозрения на перелом левой теменной кости. Но, повторимся, все эти травмы были расценены как не причинившие вреда здоровью. Ну, как говорится, и слава Богу, потому что и помимо физического здоровья, головников у Олеси после признания ее виновной теперь хватает. Полис ОСАГО не покроет ремонт трех чужих пострадавших в этой аварии машин, а ведь еще нужно ремонтировать свою. Как рассказала Олеся, эту ладу Весты они с мужем купили три года назад, когда у них появился третий сын. Мальчик родился инвалидом, и его нужно регулярно возить в Екатеринбург на реабилитацию за 200 километров. Да и чувство несправедливости, проявленное к ней судом, как считает Олеся, не дает ей покой. Да, она признает, что не пропустила патрульный автомобиль, но не потому, что сознательно нарушала ПДД, а потому, что физически не могла этого сделать. Запись уличной камеры опровергает славу водителя вневедомственной охраны о том, что он притормозил перед прикрестком, убедившись, что его пропускают. Никакого торможения не видно. Как не видно на этой записи никаких спецсигналов до самого момента столкновения. Но почему-то суд, по ее мнению, учел все. Показания второго участника ДТП, протокол, составленный на месте аварии инспектором, даже ее ранний штраф за нарушение ПДД. Все, кроме самого объективного доказательства – видеозаписи. К слову, надеемся, что в суд была предоставлена запись лучшего качества, чем попала к нам. Учтя смягчающие вину баталовые обстоятельства в виде наличия у нее трех детей и отягчающие в виде уже имевшегося административного штрафа за нарушение ПДД, мировой судья третьего участка Краснофимска наказал Олесю штрафом в размере 4000 рублей, который в случае погашения в течение 20 дней может быть сокращен до 2000.